Приветствую дорогие, ну а это обзор на новые промо и сникпики к предстоящей второй серии Ходячих. И это, как мне кажется, будет классическая серия Ходячих Мертвецов, условно говоря, как раньше, когда наша бравая компания иногда буквально оказывалась на грани смерти, но в последний момент ангел удачи прилетал и все было с хэппи-эндом. Кстати, пока я не забыл, давайте я на всякий случай предупрежу о спойлерах, чтобы не было ко мне потом вопросов. Что радует, нам снова в этой серии покажут практически все локации, кроме скорее всего святилища. Также, исходя из информации от спойлерщиков и участия актеров в сериях, скорее всего создатели не изменили себе и снова как в прошлом году в промо к серии напихали кадров из последующих. Тогда это могло означать, что серия в принципе будет пресной, но из-за клевых шотов и с будущего мы ждали ее с более сильным рвением. Исходя из всех промо материалов, скорее всего мы увидим точно захват двух аванпостов, а вот третий захват группы из Экииля и Кэрол на мой взгляд под вопросом. Безусловно, мы увидим последствия броска дымовой гранаты спасителем, который мы видели в финале прошлого эпизода. Отмечу, что мне понравилось, как после этого в дыму стали появляться из ниоткуда зомби. Причем создатели в этот момент включили в фоном очень нервную музыку, отдаленно, как мне кажется, отсылающую нас классическим фильмом ужасов про мертвецов Лучио Фульчи и Дарио Ардженто. Я даже вспомнил момент из фильма Город живых мертвецов, или герои тоже в тумане были на кладбище. Уже из сникпика становится ясно, что это будет поистине интригующий момент в серии. Уже в другом сникпике мы видим также продолжение сцены из финала с группой Моргана и Иисуса. Они же должны будут захватить здесь тот самый нам уже хорошо известный аванпост, разнесенный группой Рика в шестом сезоне. Иисус говорит, что на этот раз по сравнению с прошлым видимо спасители сделали себе ров. Я думаю имеется в виду дополнительное ограждение, благодаря которому ходячие не могут выйти наружу и ходят вокруг блокпоста кругами. Но Тара боевая и говорит, что мертвец им по силу и пафосно взводит курок. Морган говорит, что он здесь ни разу не был и мне сразу же вспоминаются кадры параллельного монтажа, когда Рик и компания уже под ультра вышли из блокпоста после побоища, а Морган в это время делал тюрьму для исправления других. В их плане как можно более незаметно пробраться внутрь. И мы с вами можем догадаться, что так или иначе у них это получится, потому что еще в комик-коновском трейлере мы видели подготовку к нападению уже внутри помещения. Скорее всего, чтобы попасть незамеченным, Диана должна будет из лука убить смотрового. Уже в самом промо видно, что внутрь Тара и остальные входят и сразу же здесь можно заметить намечающийся конфликт между Тарой и Иисусом. Видимо Иисус хочет, чтобы Тара не убивала спасителей, а зачем-то брала их в плен. Вообще мне кажется, в серии должна случиться та уже самая известная драка Иисуса и Моргана, вероятно из-за этого ненужного гуманизма. Мне, кстати, будет очень интересно взглянуть на этот бой двух мастеров восточных единоборств. Так или иначе, но скорее всего позиция Моргана проиграет в этот раз и, как и было показано в трейлере, схватка закончится отводом кучи плененных спасителей, вероятно в Хилтоп. Я не очень понимаю весь этот гуманизм, но видимо создатели не могут обходиться ни в одной из серий без своего рода городского сумасшедшего. Очень жаль, что в этот раз им стал Иисус, в комиксе он далеко был более хладнокровным. Другое промо начинается с Рика и Дэрила, расходящихся в разные стороны и судя по крови на лице Рика, это уже финал их нападений на блокпост. Исходя из промо, кажется, что Дэрилу и Рику нужно будет успеть захватить блокпост, пока с него не успели забрать оружие и увезти в святилище. Это сам говорит Рик Дэрилу и мы видим, как спасители быром забирают манатки. Вероятно одной машине все же удастся уехать и вероятно именно за ней будет гнаться Рик и Дэрил. Кстати, в промо, мне кажется, мы видели того самого лысого спасителя, который будет сидеть в кузове и это-то как раз мы тоже видели в июльском трейлере. Однако друзья, я еще раз напомню, скорее всего мы не увидим финал битвы Рика и Дэрила за блокпост. Во второй серии скорее всего будет только половина этой миссии и Рику нужно будет как-то выкручиваться. Дальше будут точно спойлеры и поэтому ролик здесь можете просто остановить или продолжать смотреть на свой страх и риск. Я очень долго ломал голову, с кем же дрался Рик в том самом трейлере с комиконы и почему нам этот момент заострили. У меня нет точно уверенности в этом, но мне кажется, что тот самый бородач был Моралесом. Да, друзья, Моралес точно появится в этой серии и это именно он тот самый друг из прошлого Рика, о котором говорит заголовок этого шоу. Вы скажете, но Моралес же няшный толстопус, что любит свою семью и вы ошибетесь. Сегодня Хуана Пареджа не узнать, он стал стройнее и накачаннее даже Рика и поэтому я думаю Рику будет достаточно тяжело в этой схватке на блокпосте. И да, кто не знал, Моралес теперь тоже спаситель и он в финале второй серии позовет подмогу от своих. К сожалению или к счастью пока неизвестно, что с ним станет в итоге этой схватки. Также мне крайне интересно посмотреть на сцену, когда Рик обнаружит на блокпосте ребенка в кроватке и туда зайдет Моралес. Возможно ли, что Моралес за два-три года апокалипсиса снова стал папой? Почему бы и нет? Еще мы видели слитые первые три минуты эпизода, в которых Аарон с группой статистов приехали и расфигачили просто сидевших на привале спасителей. И мне если честно, это показалось странным, что спасители просто так без ограждения сидели и курили. А, ну да, Шива также съест пару других человечков. В общем и целом, я очень жду этот эпизод, мне нравится все, что стало известно и мне нравится все, что показали в промо. А вось и есть еще порох в пороховницах, еще бы Хита и Шерри вернули, то я бы вообще простил все бесчетные пули. Ну а это на данный момент все, если вам понравилось видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте нравки, делитесь роликом с друзьями, ну а пока, пока, пока и да пребудет с вами сила умного Нигана. Всех благ. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok